всем привет друзья мои вот и мы лаки светлана мы на прогулке сегодня понедельник базарный день погода такая же все с холодным ветром на солнышке хорошо мы гуляем уже погуляли недостаточно лаки покушал травку лаки уже адаптировался за мной с ума сходит наталья должна его сегодня забрать и я сказала не торопись не торопись а мы хотим с лаки еще погулять так что вот такой солнечный день мы ездили начинается базар все распаковываются уже есть там покупатели в это время жизнь кипит вот видите как продают вещи в основном сирийцы покупают пока их полиция то есть мерия не гоняет все активно занимаются продажей а мы с лаки идем домой возвращаемся а самый главный момент а наталья пришла а сейчас я вам засниму эту радость да да сейчас подождем тише тише он не знает же кто при да кто позвонил кто позвонил ждем 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 маму ждем маму маму ждем а ну все 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 тише тише а здрасте посмотрите посмотрите как он радуется а ст. fountain Радуется, узнал ее. Ой, Тебозий мой. Лаки, Лаки, мама пришла. Лаки, Лаки, мама пришла. Лаки, мама пришла. Вот смотрите, как он радуется. Как это можно не заснять. А меня? А Света? Света, мама. Света где? Ой, Лаки, мама пришла. Ой, ой, я пчеловал. Соскучилась, Наталья? А мы, нам хорошо. Нам халясо. Он мой сыночек. Давай, раздевайся, раздевайся. Оставь его. Оставь его, оставь его. Не будет никому. Ничего не отказывается. Нет, ничего. Тут покакал с утра, я убрала. Ничего. Ничего, ничего. Посмотри, посмотри. Ай, 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 ай. Ой, ой, как радует. Не будет, не буду. Не ругается, не ругается. Не ругается, нет, не ругается. Он ему хорошо было. Его любили здесь. Мы уже гуляли, скажи. Мы уже нагулялись с ним. Да. Лаки спокойно сидит у Натальи. Домой идет Лаки. Лаки, скажи пару слов. Пару слов. Ау, ау, скажи. С таким блаженством он сидит у нее. Спокойно. Мама пришла. Да, спадки захотелось. Наталья, расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, как ты провела время. Где ты была? Расскажи. Да, в Каппадокию мы ездили. Очень хорошо провели время. Экскурсия была замечательная. Сначала на этот горнолыжный курорт съездили. Кайзерси. Кайзерси, да. Хороший, замечательный. Просто мы были не готовы к нему. Не одели ничего. Так это все дело спонтанно. Потом мы поехали в Каппадокию. Замечательном отеле отдыхали. Пять звезд. И всю Каппадокию посмотрели. Я, правда, второй раз там была ради мамы, только ездила. Она у меня все посмотрела, попутешествовала. Была замечательная компания. Ездили от турецкого агентства. В два раза дешевле, чем предлагают наши русские туроператоры. Туроператоры. Весело? Очень весело. Турки такой доброжателый народ. И много было с детьми. Танцевали даже в автобусе, говорят. Весело. Да, да. Очень весело. Такое отношение было хорошее. Отдохнули вообще на славу. Но вот хорошо, что Света осталась с собакой. С собакой бы нас не взяли ни в какой отель. С собакой, да. Проблема. Но ничего, будете ездить, меня оставляйте. Мы тоже хорошо с Сашкой, мы время провели. Гуляли с ним, выходила с дома. И хорошо я набралась положительной энергии. Ну, все тогда. До скорых встреч, Наталья. Приходите еще. Обязательно придем. Спасибо. Эндер пришел с базара. И сейчас я вам покажу, что он купил. Такие хорошие кабачки купил. Зеленую фасоль. Зеленую фасоль. Яблочек набрал. Перец. Киви купил. Знаю, что 10 лир. Также 9 лир килограмм банан. И 10 лир стоит клубника. Вот такая красивая. Супер, не так ли? Также он взял 2 капусты. Одну такую, одну такую. Салатом очень вкусный я готовлю. Вашингтоны взял, брокколи, картошку, помидоры 5 лир, морковь, лук, чеснок. И купил также зелень. Сколько он потратил, я не могу вам сказать. Ну, пришел довольный. Вот, любимая наша Рока. И так далее. Да, и еще он добавил вот такие лимончики. Лаки ушел. Я сейчас заняла стиркой. Машинка крутит все вот эти вот. Все поснимала. Уже скоро, посмотрите, ковер тоже сниму. И другой постелю. В общем, у меня начнется генеральная уборка к весне. Буду занавески, окна, стены. Все, как говорится, мыть, чистить. Потому что надо готовиться к весне. Ну, а я сейчас занимаюсь с вами делами. Аж как ушел по делам. И не знаю даже, что буду готовить сегодня. Я что-нибудь приготовлю, конечно. Но пока еще не пришло на ум, что именно. Лаки ушел. Счастливый. На меня вообще внимания не обращал. Под конец. Только Наталья. Но я рада, что все, я его отдала в хорошем виде. Он у меня не заболел, ничего. Счастливый, довольный ребенок был отдан в руки хозяйке. А вот и я убравилась со всеми делами. Сейчас только осталось себя в порядок привести. Но я занимаюсь ужином. С трудом разложила все. Холодильник почистила тоже. Все опустошила. Азарт полнила все полочки там на балконе тоже. И вот сейчас только выпила кофе. Села. И покажу вам, что я сегодня придумала. Что я буду кушать. Очень интересное блюдо, придуманное мною. Так, мои дорогие. Вот здесь у меня варится суп. Мерджимик давно я не делала. Аж кем я сегодня решила. Приготовить салат горячий с картофелью. Покажу вам, как он будет выглядеть. А себе я решила приготовить котлеты. Вот вы мне спрашиваете рецепты, с чего как готовить. Я решила вам все это показать. Поэтому, если вам будет интересно, остановите видео или прокрутите и внимательно посмотрите. Вот смотрите, у меня здесь была одна куриная грудка. Я ее мелко порубила. И был один такой лук-порей. Наверное, 20-30 сантиметров длиной. Вот я его мелко-мелко порезала. Смотрите, видите. Так, что дальше? Из чего будут состоять мои котлеты. Здесь, как видите, у меня петрушка. Два кабачка. Кусочек моркови. Луковица половина. Вот половина я сюда использовала. И чеснок. Что я сделаю сейчас? И, естественно, я добавлю сюда... Все это смешаю. Добавлю столовую ложку крахмала. Как делала в предыдущем рецепте котлет куриных. И яйцо. Сказала я или нет, не помню уже. И пряности. Перец красный, черный. Ну, тимьян я могу. Там тмин. Все, что хотите, есть у вас под рукой. Какие хотите добавки, добавляйте приправы. Какие хотите приправы, добавляйте. Ну, вот и все. Аж кем я сделаю салат, который будет из картофеля и отварных яиц. Ну, естественно, рядом будет вкусный салат летний. Не летний, а весенний салат. Покажу все вам. Так, ну, смотрите, что я буду делать. Все это буду перемешивать. Решила сама придумать, не знаю что. Иногда у меня получается очень вкусно. Так, теперь добавлю одно яйцо. Добавлю на глаз красный перец. Люблю я острое, вы сами знаете. Я грузинка. Грузинская, украинка. И черный перец. Так, и теперь я добавлю столовую ложку крахмала. Я вам показывала, что в Турции выглядит этот крахмал. Крахмал называется, как называется, нишатш, нишатш, юнеш, не знаю, как называется крахмал. Но выглядит так. Так, ну, можно добавить тоже. Вот. Такую ложку крахмала. Можно еще добавить. И сейчас мы это все перемешаем. И наш фарш готов. Кстати, я забыла, соль же надо чуть-чуть. Для соли совсем же невкусно. Вот сейчас я буду чихать. Ой, кто-то там кавкает, другая собачка. Лаки не хватает. Так. Вот и помешаю. И буду жарить. На сковородке без жира. Вот такой вот салат я приготовила мужу. Кстати, очень вкусный. Попробовала чуть-чуть. Сюда я порезала лук, петрушку, яйца и горячий картофель, приправы. И полила оливковым маслом. Сейчас приступлю к готовке салата. Ну, вот такой замечательный ужин я приготовила моему мужу. И сейчас буду жарить себе котлеты. Я пока так сильно не хочу. Не знаю, наелась фруктов. Вот такой красивый салат. Вот, мои дорогие друзья, такую красоту я приготовила. Всем приятного аппетита! Ну, а вот и мои котлеты. Мой ужин. Сейчас я попробую при вас. Какие они на вкус. Знаете, мне всё нравится. И вам тоже рекомендую. Очень вкусные, с куриным филе. Получились очень нежные. Вы видите, всё прожарилось. И без масла выглядит очень красиво. И без масла пожаренные очень вкусно. Гречка. Настоящее правильное питание. Так что готовьте вместе со мной. И худейте вместе со мной. Ну, я ещё добавлю сюда салатик. Пойду рядышком с Ашкемом сяду. Приятного всем аппетита! Спасибо за просмотр! Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока! Наверное, я уже больше себя снимать не буду. Поужинаю и пойду приму тушь. Так как квартира чистая и хозяйка должна быть чистая. Продолжение следует...